Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа Тайны Библейских Сказаний. В студии я ведущий Александр Гурарье и на связи с нами автор, журналист, историк, писатель Петр Улькинсон. Петр, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Во время, когда Ферсийским царством правил Кир, он, значит, был очень либеральный царь, совершенно очень толерантный, считал, что каждый народ должен придерживаться своей веры и жить, в принципе, на своей земле. Поэтому он начал постепенно возвращать народы, которые перемещались с одной из страны в другую, и он разрешил им вернуться на родину. И поэтому возвращение евреев на родину, в принципе, не было чем-то исключительным. Еще целый ряд народов вернулись, так сказать, на свои исходные земли в ламинации Айкина. Что было исключительным, это то, что, во-первых, евреи не очень вдохновились тем, что им могли возвращаться на родину, им понравилось в Вавилоне. Но, тем не менее, нашлось достаточное количество семей, которые захотели вернуться в землю Израиля, во главе с Зарубавилем. Зарубавилем, как видно из его самого имени, Зарубавилем, то есть семья Бавилем, Бавилона. То есть он родился уже в Вавилоне, он был внуком царя Юархина, которого, как вы помните, взяли в плен в качестве заложника. И благодаря Даниэлю, Даниэлю он очень сильно возвысился при дворе и вообще считался как бы лидером еврейской общины в Вавилоне. Вот во главе с Зарубавилем, 42 тысячи евреев, набралось их 42 тысячи, решили возвращаться на родину. Если вы откроете книгу Нехемии, то первые главы напоминают бухгалтерский отчет. Почему? Потому что, во-первых, перечисляется, что царь Кир решил вернуть храмовое утро. И перечисляется все, что он вернул, сколько чаш, сколько различных аксессуаров для молитвы было возвращено. Все под расписку, все ходы были записаны, чтобы евреи потом не сказали, что им чего-то не вернули. То есть, вернее, что вот это вернули, если чего-то не вернули, то можно попросить еще поискать царской сокровищницы. То есть, часть представляет вот это. Другой представляет список, еще один бухгалтерский отчет, это список всех семей, которые вернулись в землю Израиля. Каждый из них была своя родословная. К сожалению, из этих семей до наших дней, которые никогда не покидали землю Израиля, с того времени, есть всего три такие семьи. Сегодня они сохраняют свою родословную. Мы знаем, что они прожили все это время, в том числе и в азантийскую эпоху, и в персидскую, и в арабскую. Они никуда отсюда не уезжают. Три такие семьи есть. Так вот, значит, список семей. Потом список скота и пожертвований, которые были даны этим изгнанникам, чтобы они встали на ноги на новом месте. Вот эти 42 тысячи тысячи человек, я не помню, там очень точное число, значит, приводится, но я его точно не помню. И не химии, можете открыть, посмотреть. Они возвращаются в землю Израиля, восстанавливают свои старые города и поселения, дальше делают список, какие семьи, в каком поселении поселились. Тоже очень подробно. Все это сильно повышает достоверность текста. Историки говорят, что да. Безусловно, это уже чисто исторические события. Это историческая книга Эзра и Ефемия. Это, в принципе, историческая хроника. Поэтому спорить с этим не приходится. Но спорить всегда есть о чем. Историки говорят, что возвращение евреев, им кажется, что они знают все точно, потому что они сверяют это с книгами других, с историческими хрониками других народов. И они думают, что евреи вернулись через 65 лет после изгнания из Бавилон. Но пророк Еремея ошибся на 5 лет. Он сказал, что вернулся через 70 лет. Историки говорят, что в принципе, сказал человек через 70 лет. Когда мы говорим 2 часа, мы не имеем в виду точно 2 часа. Петрович, я правильно понимаю, что 65 лет или 70 лет, но все равно это вернулись люди, которые были рождены там. Но еврейские мудрецы, естественно, согласны, а не лет нет. Значит, не 65 лет. Было ровно 70 лет. То есть, да, ты перепутал. Вот и начинается спор о датировках. Этот спор увязает между еврейскими, между раввинами и историками. Этот спор продолжается до сих пор. Поэтому мы не будем в него ввязываться. У каждой страны там своя правда и свои доводы. Пророк не мог ошибиться. Пророк сказал 70 лет, значит 70. А не 65, ну и так далее. И дальше там начинается восхождение и датировка уже по всем параметрам. Вот. И сейчас они возвращаются. И начинается. Первое дело, значит, что нужно сделать, когда они расселились. Решено восстановить храм. Ну, храм восстановляется, это дело, в общем-то, достаточно долгое. Поэтому для начала хотелось подняться на Храмовую гору и восстановить жертвенник храмовый. И принести там жертву. И Зарубавель устанавливается. Он практически не установит жертвенник на одном месте, он устанавливается на том же месте, где он стоял. Практически устанавливается в старых жертвенник. А храм был разрушен полностью или он был просто заброшен? Он был разрушен до основания. До основания. А основание, значит, до фундамента. Это тоже важный момент. храм был доставлен на том же фундаменте, на котором он стоял. И, короче говоря, зарубали, уставали жертвенник, и проходит праздник Шашана, тот Новый год, который мы недавно отпраздновали, и уже праздник Суккот на восстановленные жертвенники приносится жертва. И это был действительно большой шаг вперед в возрождении национальной жизни, национальной, религиозной, то есть восстановление Иерусалима, который продолжал лежать в унинах, как столица еврейского государства. О каком государстве можно вести речь, когда он находится в составе Персидской имбири? В это же время появляются, если вы помните, мы говорили о том, что ассирийские цари и ассирийские имы. Они поселили в Самарии, откуда и знали евреев, они поселили другие народы с берегов Сигра и Ефрата, в общем-то, тоже с Межнего Востока, из его поклонников, и эти народы получили название самаритяне, потому что они поселились в Шамроне, в Самарии. И эти народы, наряду со своими культами, они восприняли культы еврейского бога, и молились на горе Кризин, тоже вознесли ему жертвы, и взяли Торка, священную книгу, и старались, в общем-то, что-то по ней исполнять. Поэтому, когда евреи стали восстановить храм, они пришли к Зарубавилу и, говоря, что поздравляют с возвращением, все хорошо, и взяли присоединиться к восстановлению храма, строительства. На что Зарубавил, так как они были язычниками, то Зарубавил, а точнее окружавшие его раввинистические авторитеты, прежде всего, пророк Хага и Захария, о которых мы поговорим немножко, они сказали, что нет, так как они на самом деле не авторитетские язычники. Ни в коем случае их допускать строительства храма нельзя. Что Зарубавил им передал? Совершенно честно и откровенно, что извините, но в строительстве храма вы участвовать не можете. И тем более не можете принимать в будущем, когда мы его восстановим, участие в богослужении. Они обиделись. Так вот, может быть, надо было их просто обгиюрить как бы в легкой форме, все, тем более, что они морально готовы были? Не хотели. Потом еще будет заказчивать ситуацию, повторится во время восстановления Барковбы, когда они придут и скажут, что готовы присоединиться к восставшим к Барковбе, и Раби Акива скажут, что самолитян мы ни в коем случае своей еды не принимаем, несмотря на то, что нам нужны люди. Вот, то есть был вот такой категорический отказ. История повторится впоследствии. Они обиделись. И что они сделали? Они, первым делом, что делают люди, которые обиделись, так сказать. Во-первых, есть персидские власти, наместник Персии. Они ему пожаловались. На самом деле, они написали анонимку, что называется, не Вашингтона, извините меня. Ради Бога, за эту оговорку. Оговорку по Фрейду, да? Да. Столицу Персии, город Сузы, Шушан. Там уже правило другой царь. К этому времени прошел Артаксерус. Они ему написали, что вот евреи восстанавливают город и явно восстанавливают Иерусалим и строят они крепостную стену. Видимо, это была правда. Евреи начали строить крепостную стену вокруг Иерусалима. Значит, и из камня, и дерева. Вот. И понятно, что это для того, чтобы обороняться на всякий случай. И явно, что они задумывают бунт против империи. И самое главное, что такое будет. Они собираются платить налог. То есть, ладно, они строят стены. Значит, у них явно в голове, что самое. Поднять восстание против персидского владычества, чтобы не платить налога. Как вы понимаете, финансовый вопрос, он самый болезненный. То есть, в Персии готовы были смириться с тем, чтобы евреи вернуться к своей вере, что у них будет какая-то мнимая государство. Главное, платите регулярно и все. А дальше делать, что хотите. То, что они не будут платить налога, это, понятно, никого не устраивает. Вот. Но персидские цари, опять-таки, я скажу, они были очень связанные и демократические. Поэтому, значит, поступают указания к персидскому наместнику, что временно приостановить строительство храма, что они делают. То есть, жалоба сработала. А между тем, да, и они пишут. Очень интересно. Они написали, как родилось это письмо, это замечательный исторический документ, как писать анонимки. Они пишут, что евреи утверждают, что им выдали разрешение на восстановление храма и на все такое. Вот. Но, возможно, они лгут. Хорошо бы получить официальное подтверждение. Вот. И царь дает указание, да, что у них есть разрешение от царя Аккида. Уже про это Актаксерс. Актаксерс дает указание разыскать в Аккида это письмо. Ну, есть ли такой указ о Кире или нету? Если есть, то Персидская империя была принцем преемственности власти. Там все время были государственные перевороты, но каждый царь считал, что надо совместить принципы преемственности. Очень важный. Выше цивилизованные люди. А Персидская империя была действительно достаточно развитой в Европоле. Поэтому он дает указ найти в архивах, что там Кир говорил по поводу евреев. И указ находят. Находят указ, что разрешается отстроить храм, и даже больше там выделяется субсидия на это строительство евреев. То есть некая финансовая помощь. Вот. Поэтому он посылает назад письмо, что да, все законно. Евреи могут продолжать строить. Евреи начинают строить храм и укреплять Иерусалим. В Иерусалим повторюсь с Зарубавилем. И Зарубавилем, на самом деле, фигура очень загадочная. Не потому, что он внук царя, потому, что у него явно был пророческий дар, но это не афишируется. Есть книга Зарубавиля, которая не вошла в канон Танаха, канон Библии. Она известна, но она вне Библии. И у меня никак не хватает времени, чтобы ее перевести. Потому, что эта книга жутко интересна. Там пророчество о последних днях. О том, что будет в конце времен. – Она никогда не переводилась на русский язык? – Никогда не переводилась. Не на русский. Я думаю, что это и другие практически не переведены. Язык достаточно сложный там. Это большая работа. Когда я ее прочел, я поразил следующий момент. Ну, говорит, естественно, что придет Машех, идет Мессия. Ему будет противостоять, значит, некий царь, который будет поджигать против евреи, который разбавит антиеврейскую коалицию мировую. И, что самое интересное, ну, понятно, если есть переводить это в христианские термины и считать в Машех это Хрисовство, понятно, что этот царь – это антихрист, то, что называется в христианской мифологии. Так вот, этот царь, говорится, будет рожден, появится на свет неестественным путем. Неестественным путем в том смысле, что будут взяты из себя мужчины и, значит, яйцеклетка женщины и пересаживают в некую искусственную оболочку, и его там вырастут. То есть, практически там предсказывается искусственное оплодотворение. Меня это очень удивило. Не искусственное оплодотворение, а оплодотворение в пробирке. И выращивание, так сказать, плода в пробирке. Там это очень ясно прописано. И что вот этот самый анти-Вашех, анти-Мессия, он будет рожден именно таким путем. И там есть очень много всего интересного. Как и в книге Захарии, который жил во времена Зарубавеля, там тоже говорится о том, что в конце дней в Иерусалиме появится, значит, первый Мессия. И Мессии будет, на самом деле, несколько. Первым будет Мессия из дома Йосифа. То есть, он не будет принадлежаться к колену Иуды. И он возглавит еврейский народ в тот момент, когда все народы мира пойдут против Иерусалима. Иерусалим будет осажден. И он отобьет, отодвинет врага от стен, от города. Но погибнет. Вот первый Мессия Машир бен-Гесеф, он должен погибнуть. И вот тогда только придет истинный Мессия, потомок царя Давида, Машир бен-Давид. И вот он установит то самое царство, о котором говорил Ишаян. Вернее, не царство, а как бы на планете наступит всеобщий мир, благодетствие и Бог. И все признают, что Бог евреев – это Бог, это Творец Вселенной. И единственный Бог, которому нужно молиться. Вот такое пророчество выдал Захария. И в это самое время появляется Эзра в Иерусалиме. В принципе, выдающийся духовный лидер современности. И можно сказать, что духовный лидер всего еврейского мира на тот момент. До этого он находился в Вавилоне. Почему? Эзра был учеником Баруха бен-Нерии. Если вы помните, когда мы рассказывали пророку Иеремияру, мы говорили, что пророку Иеремияру – та книга пророка Иеремии, которая уходит в Библию и которую читает во всем мире. Это действительно гениальная книга, замечательная совершенно, содержащая множество и тайн, и открытых мест. Так вот, она написана не пророком Иеремии. Она записана с его словом Барухом бен-Нерии. То есть, другим выдающимся еврейским мудрецом, не обладавшим пророческим даром, но, тем не менее, человеком достаточно мудрым. И вот Эзра был учеником Баруха бен-Нерии. И он сидел в Вавилоне до тех пор, пока Барух бен-Нерии не умер. Потому что тот был стар, за ним надо было ухаживать, и кроме того, он хотел быть рядом с учителем, так сказать, как можно дольше, чтобы поучиться у него мудрости. И вот, когда Барух бен-Нерии умирает, Эзра сообщает, значит, еврейское общение в Вавилоне, что он собирается в Иерусалим, возвращаться в Вавилоне. Срешить о Нью, как у нас говорят. То есть, восхождение в Вавилоне. И кто хочет, предлагает себе присоединиться. Евреи не хотят присоединиться. Им понравилось. Они достаточно обустроены. В принципе, они разбогатели в Вавилоне очень многие. Они занимались торговлей успешно, ремеслами успешно занимались. И поэтому уезжать им не хотелось. Больше того, Эзра понимает, что когда вот-вот храм-то достраивается, когда будет восстанавливаться в богослужении, ему не хватает левитовый корид. То есть, потомков Вавилона и вообще прицессии колена – леви, без которого богослужение, так сказать, вести нельзя. Все левиты, которые захотели с ним ехать, они были настолько стары, что, в принципе, их богослужение допускали уже будут нельзя. Ну, стариков. Мы знаем, что в богослужении они, можно было участвовать в богослужении, до 50 лет. Дальше они выходили на пенсию. Вот поэтому начинают искать их. И добираются до Туниса. Это отдельная, очень интересная история. Где живут корины. Где очень много коринов. И как бы он их приглашает, продлятся в версту. И они не хотят. Они живут на острове. Этот остров расположен прямо напротив столицы этого государства. Это известно. Называется «Еврейский остров». Там евреи живут. И достаточно богатые евреи. И по сей день. Часть из них репатриировалась в Израиле давно. Их потомки здесь. Но часть проживает до сих пор. Остров Джерба. То есть, Джерба – это еврейский остров. Так вот, они обсказываются ехать. Они говорят, что нам хорошо и здесь. Но, знаешь, мы решили, что мы останемся. Не нужно. И тогда Эзра их проклядает. Он говорит, что ни один корин, живущий на этом острове, не проживет здесь полный год. И так и получается. Ведь только когда он уже уезжает, он уже находится в Святой Земле, на острове начинают умирать люди. И получается, что проклятие Эзра работает. Они пугаются. И начинают думать, что делать. Но при этом они опять-таки не едут в Израиль. То есть, не выполняют то, что им сказал Эзра. Они рассудили так. Он сказал, что ни один корин не проживет полный год. То есть, если мы на пару дней выездим с острова, а потом вернемся, то это уже начнется новый отсчет. И поэтому на этом острове Джерба есть традиция. Раз в год все его жители выезжают с острова. На несколько дней. На материк. Находится там, а потом возвращается. И проклятие Эзра не действует. Возвращение Эзра было достаточно термастическим, потому что когда вернулся такой мудрец, это ускорило очень многие процессы. Его назвали Эзра Софер. Эзра Песец. Почему Песец? Потому что он занимался перепиской священностей. И историки считают, что именно Эзра является автором Священного Писания в том виде, в каком мы его знаем. Но больше, чем участие. И уж точно Пятикнижие Моисеева. Они не верят, что автором Пятикнижия Моисеева является Моисей, как верим мы. А считают, что просто Эзра скомпилировал множество источников и вот вызвал такой текст. Он вводит новый порядок богослужения, тот порядок богослужения, который есть у нас. Он вводит земли Израиля и он становится навечно порядком еврейского богослужения. Это евреи не молились три раза в день. Это введено Эзре. Они ввели это еще в Вавилоне. Даниэль начал молиться три раза в день. То есть утренняя молитва, полуденные, вечерние. И Эзр перенес это уже, ввел еврейский канон. И больше, чем он ввел богослужение и чтение Торы. Так же, как сегодня, в субботу, вы можете зайти на руку и увидеть, что вызывает Габиме к сцене, вызывает того, кто читает Торы. Но на самом деле он не читает Торы, а читает Торы специальные чтец. Вот за него. Он как бы символически читает. Просто придерживает свиток Торы руками. Это тоже введено Эзре. Почему? Потому что в Вавилоне евреи практически забыли еврей. Они перешли на арамейский. И людей, которые могли читать Торы, осталось немного. Пришлось их заново обучать. И пришлось ввести вот эту церемонию, чтобы евреи хотя бы слышали Тору раз в неделю. Короче говоря, Эзре мы обязаны очень многим, в том числе знаменитыми изданиями еврейских шумов. Именно Эзра, так сказать, впервые в Тадахи провозглашается, что еврейство идет по матери. Открыто. Мы читаем это в самых разных книгах. То есть, понятно, что была такая традиция, она просто не была записана еще. Она есть в пяти книжах, она есть в различных книгах и приехали с родословными. И тут ему начинают жаловаться, что многие взяли жены евреев из окрестных народов. Что продвигает Эзру в ужас. Он был настроен очень ассимиляторски. Он раздирает на себя одежду, рыдает, впадает в травм. В том числе, кстати, и родственники Эзры вступили в смешанные браки. И в итоге он принимает решение, собирает весь народ в кисле. В кисле – это месяц, который обычно проходит в декабре или ноябре. Он собирает 25-го кисле, в декабре, даже на 1-го января, и начинает держать речь перед народом. И люди тряслись, слушая его речь, от холода и от страха. Не знаю, чего там было больше – холода или страха. Но люди тряслись. И он издает постановление о том, что все должны выгнать своих нееврейских жен вместе с их детьми, потому что они не являются частью еврейского народа, и принести после этого повинные жертвы в Крам. И вот это историческое постановление Эзру создало, действительно, историки подтверждают, что именно так с их грот, что евреи изгнали своих нееврейских жен. Те, естественно, вернулись в свои дома, рыдая, так сказать, не проливая, за что им это сделали. И, по мнению историков, да, это усилило враждебность народов, из которых вышли эти женщины. А это были, как правило, близкоровские народы – те же маавитяне, те же амунитяне и дометяне. То есть, это усилило враждебность тех народов по отношению к Евреям. Но о том, как развиваются события дальше, мы, наверное, расскажем уже в следующем выпуске нашей программы. Спасибо. Спасибо, Петр Кимсон, историк, писатель, журналист. А программа «Тайны библейских указаний» подошла к концу. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова